Здравствуйте, друзья! Сейчас я нахожусь на Максиму Гурькову при Пасном. Я хочу показать, как героически наш сетименджер Лагвиненко борется, а на самом деле ничего у него не получается с уличной торговлей, потому что на этом месте вот недавно показательно был уничтожен, снесен рынок. Здесь продавали еду, фрукты, овощи. Здесь были такие ряды, такие старые, как раньше были. И вот тут напротив такой современный рыночек, это когда Медведев принял закон о том, что все рынки должны стать крытыми и торговля должна идти в помещениях. Ну а вот здесь торговля шла вне помещений до недавнего времени, и губернатор отчитал нашу администрацию Ростова-на-Даду о том, что город превратился в базар. И на самом деле это жутко обидно должно быть для Лагвиненко, потому что он никогда не состоял на муниципальной службе, никогда ничем не занимался, кроме борьбы с экономическими преступлениями. Потому что это сотрудник полиции из Таганрога, совершенно случайно оказавшийся сетименджером Ростова-на-Дону. Он возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями, насколько я помню. И представляете, вся карьера человека, который боролся с экономическими преступлениями, зависит от того, сможет ли он победить уличную торговлю или нет. Иначе ему скажут, что, слушай, дорогой, ты, конечно, в транспорте не разбираешься, в дорогах не разбираешься, в бюджете не разбираешься, ни в чем не разбираешься, ну потому что ты раньше на этих должностях не работал. Ну хотя бы ты с уличной торговлей разбираешься, то есть вот этот укреп, он должен был быть. И что я вижу? Вот если мы просто повернем немножко в сторону камеру, то здесь идет торговля мандаринами. Так, а дальше что там фура стоит? А на этой фуре написано хлеб. Ну, мы обойдем подальше и покажем, как это все работает. Вот, дорогие друзья, я нахожусь на прикосном Красноармейской. Вот вы видите, что здесь бойко идет торговля мандаринами. Вот здесь идет торговля мандаринами. То есть, вон там дальше я показывал вам хлеб. В общем, идет торговля уличная, идет, идет, вот посмотрите, идет. Это такой позор, честное слово. Мы их прогнали, а они вдруг внезапно в другом месте торгуют. Ну, это просто чудо. Ростовская торговля непобедима пока. И я думаю, что Лагвиненко ждет очередной позор, потому что когда губернатор сказал, чтобы город превратили в базар, мне кажется, он был прав.